на самом деле мы делаем шокру с Певушnen настолько насколько он этому достоин мы не знаем он сам очень знает поэтому Мы говорим То, что у нас Сделал И числа Умата нашего пророка Умата Первый аят Который неиспоцленный был Абьилму И конечно же мы Восхулаем нашего пророка Мухаммаду бену Абдиллах Который нам Оставил Рельму В котором имеются И необходимые для нашего Ахирата И необходимые для нашего Дуньяла И в третьих конечно же Мы благодарим Аллаху Субтитры за то, что он Дал нам возможность Вот после долгих Семидесяти лет Открывать Институты и Медресе Где мы можем Приобрести эти знания Оставленные нам Пророком Алихи салли В этом плане Огромную работу Конечно же Провели наши Большие алими Которые учились Еще в советское время И в подвалах И в загонах С их помощью Мы возродили в Дагестане Ту алиму Которую нам Оставили наши предки И в авангарде этого Конечно же Был наш Благодаря их стороне Мы сегодня Имеем столько алимов Столько мута алимов Которые доносят Религию Аллаху Тааля Во все уголки Нашего Огромного Огромной страны России То что касается Этого мероприятия Когда я Когда это было у нас Защита Ко мне обратились Наши Братья С предложением Сделать Этого мероприятия Я Не разрешил Отказывать им В этом Потому что Считал И себя недостойным Этого И то что Эта степень В ахирате И в могиле Он особо нам Пользу Не принесет Принесет лишь Наши деяния И как мы будем Следовать этим Получим знаниям Поэтому я им Отказал В этом Это еще После этой Защиты Это было Но Вот Последние дни Я Честно говоря По личным Вопросам Отлучился Из-за Исцеления И поручил Свою работу Заместителю И он Пользуясь этим Случаем Без моего ведома Организовать Мероприятие И об этом Узнал Сегодня утром Когда уже Не было Возможно Отвой Давать Все было Уже сделано Приглашены Отправлены Поэтому Получилось Такое мероприятие И самое Конечно же Один из трудных Дней Моей жизни Не говори Самый трудный Один из трудных Дней Вот сегодняшний вечер Потому что Вот здесь Передо мною Стоят Такие Большие Люди Хвалили Меня Хотя Я знаю Кто я Такой Если бы я Не знал Кто я Такой То получилось Меня Зарезали Ножем Как Пророк Асан Говорил Насчет Людей Которые Хвалят Лицо Я себя Знаю Поэтому Я думаю Мне От этого Большого Это не будет Главное Чтобы Как было сказано Муродом И нашим Уважаемым Марианам Мухаммадам Нам необходимо Сватиться Вокруг Нашей Точки Объединения Это Наши Муфтият И наш Муфтия Ханда Ханди Я Прежде чем Завершить Свою Речь Скажу Одно Слово Саида Ханди Это Саида Это Его книга Написана Она Еще не Издана Но Надеюсь Когда-то Его Издадут Когда Придет Время Там Он Пишет Рассказывая О тех Трудностях Которые Ему Приходилось Испытать Из-за Муфтията С момента Того Как Развалился Союз И когда Начали Мы Вокруг Муфтията Работу Провести Какие Трудности Он Терпел И какие Были Проблемы И он Говорит Когда Саид Мухаммада Рахим Аллах Она Зачали Муфтиям Все Проблемы Которые Были В этом Учреждении Ушли От Меня Я Почувствовал Себя Свободным Потому Что Работа Была Налажена И Больше Мне Не Приходилось Об этом Заботиться И Когда Рахматуллах Алях И Наш Шахид Мухаммад Скончался У Меня Отрезали Правую Руку И Садам Он Говорит Мою Правую Руку Отрезали Вот Такое У меня Было Состояние Представляете Когда Человеку Отрезают Правую Руку Какое Состояние И Когда Ахмада Афанди Избрали Муфтиям И Начали Работать Ну Аллах Не Сделал Так Чтобы Отрубленная Рука Выросла Заново Такое Не Бывает Но Я Себя Так Почувствовал Как Будто Эта Правая Рука Заново Отросла То есть Он Мне Все Эти Проблемы Которые С Муфтиятом Все Решил То есть Я Почувствовал Как будто Моя Рука Обратно Вернулась Правая Рука Вот Это Наш Муфтия Поэтому Мы Не Забывая Наших Прежних Алимов И Деятелей Которые Ушли От нас От рук Террористов Это Не От рук Террористов Это Кадар Аллах Наступил Ушли От нас Но Тем Не 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 Забывая Их Заслуги Перед Перед Дагестанским Обществом Мы В долгу Перед Ними Мы Должны Ценить То Что У Нас Есть Конечно Каждый Хочет Чтобы Его Голос Был Высший Но Так Не Бывает Когда Много Голосов Ничего Не Слышно Надо Чтобы Все Молчали Один Говорил Если Во время Намаза Если Все Будут Читать На Слух Какой Будет У нас Джамаат Маджиси Нас Жиды Ахрхур Поэтому Аллах Таал Сделал Имама Одного Который Голосом Читает Он Астане Для Себя Читает Поэтому Должен Будь Голос Один И Вокруг Этого Голос Собираться Это Я Цитировать Я Не Могу Утвердить Именно Те Слово Я Говорю Но Смысл Такой Что Саид Ахмад Сказал Когда Саид Ахмад Ушел От Нас Как Будто Мне Отрезали Правую Руку А Ахмад Ахмад Стал Муфтием Вот Как Это Смысл Слова Другие Это Одно Ахмад Ахмад Поэтому Дорогие Братья То Что Мы Здесь Собрались То Что Мы Имем Столько Алимов Столько Медрес Столько Институтов Это Конечно Ж Вослуга Наших Тех Алимов Которые Не Жалея Своих Жизней Своей Времени Все Отдали Нам Для Того Чтобы Мы Могули Учиться Чтобы Мы Могули Учить Своих Детей И Мы Не Должны Забить Вот Эта Нима Аллах И Должны Проявлять Благодарность Шукру Таким Образом Как Говорили Алими Отправляя Своих Детей Учиться Ход ДГИ Ход ДТИ Ход Без Разницы Чтобы Было Институт Который Обучает Чистому Исламу Который Берется От 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 Слова И Передается До Сепечки Они Которые Сейчас Выдумали Новые Я Еще раз Извиняюсь Перед Всеми Нашими Гостями Которые Из-за Меня Ну Из-за Меня Они Ради Аллах Пришли Конечно Но Тем Не Мене Оставили Свои Дела Пришли Сюда Провяли Уважение К сельчанам К селению Черкей К нам Пусть Аллах Ваш Каждый Шаг Сделает Эбадатом Потому Что Вы Пришли Чтобы Благодарить Аллаха Занимать Занимать Ильм Это Общий Ильм А это Ибадат Поэтому Пусть Аллах Отблагодарит Вас Сто Кратно И Еще раз Наши Братя Организовали Это мероприятие Хотя Я об этом Не знал Но Пусть Аллах Отблагодарит Как Они Это Заслуживают Сестры Готовы Это Все Кто Делал Садака Пусть Аллах Принимает Их Благие Деяны Вот Черкей Он Еще Революции Славился Своими Алимами И Своими Медресе Был Тогда Очень Известный Во всем Дагестном Медресе А потом После Коммунистов Этого Не было Конечно Открыто И Официально У нас Обучение Начался Когда К нам Пришел Дауд Хаджи Это Было 1989 Год Он Пришел И Он Начал Здесь Обучение Поэтому Все Которые Здесь Отучились И Учатся Перед Этим Человеком В Долгу Он Наш Как Б Сказать Основоположник Вот Этой Медресе Под Руковод Хаджи Поэтому Пусть Аллах Воздаст Этому Дауд Хаджи Стократно И тысячекратно За его старания Для нашего Селения И для нашего Дагестана Пусть Аллах Каждая Буква Которую Он Которую Нас Научил Мы Научили Своих Мусульдентов Это Запишется Его Благие Деяны Пусть Аллах Соберет Нас Суды Деяны Под знамен Пророк Аллах Салам Салам Алейкум Благодарю Благодарю